приветствую еще раз каждого и во имя иисуса христа будьте благословены там где вы находитесь итак тема проповеди будет называться полная свобода господь желает чтобы мы были свободны чтобы мы были свободны чтобы на этой земле нас ничего не контролировала и не держала знаете однажды божий народ попал в рабство в египет и там ему было хорошо послушайте начале не было никакого рабства было хорошо но потом со временем им стало плохо и они попали в рабство и они находились в рабстве и бог вывел их из этого рабства бог всегда против рабства всегда против угнетения всегда против давления и поэтому если в вашей жизни есть какое-то угнетение давление какое-то рабство кто-то контролирует вами, кто-то давит на вас, какие-то ситуации, какие-то проблемы. Бог хочет, чтобы вы были свободными. Как та женщина, пожилая женщина, которая была сгорбившись, которая рассматривала только пол, она не могла смотреть, как все люди смотрят. Иисус сказал, женщина, ты освобождаешься. Женщина, ты освобождаешься. И она выпрямилась, и она стала в полный рост. У него появилась осанка. Иисус выпрямил ее. Иисус эти все проблемы он разрушил, решил в одночасье позволь Иисусу, позволь Слову Иисуса коснуться тебя сегодня. Позволь Иисусу освободить тебя. Иисус хочет, чтобы ты был свободен. Будь свободен в этом Новом году. Будь свободен. Пусть ничего тебя не контролирует. Будь свободен от обид, от непрощения, от грехов, от зависимостей, от негативных мыслей. Все это, послушайте внимательно, контрабанда. И через границу провозить нельзя. если вдруг Иисус придет, а Он придет точно, мы не знаем когда, но Он придет. Если в этот момент вы верили в Бога, но в вашей жизни были неправильные вещи, в вашем сердце были неправильные вещи, то именно эти вещи станут препятствием пойти на небеса. Потому что мы знаем, что если через границу человек провозит запрещенные вещи, его арестовывают, его останавливают, арестовывают и наказывают. и дальше его никуда не пускают. Ему не говорят, ну ладно, иди дальше, ничего страшного. Это в принципе маленькие там вещи. Нет. И он уже не может продолжить свою поездку. Послушайте, нам нужно сделать все ради того, куда мы стремимся. Может кого-то потерять надо? Потеряем. Может что-то надо оставить? Оставим. Оставьте все барахло, что вы накопили в своей жизни и будьте свободными. Вот кто из нас хочет гулять по городу? Например, вы пошли по городу гулять? И у вас тяжелый-тяжелый чемодан плюс сумка и еще пакет. Вы хотите так гулять по городу? В музей ходить? А в музее лифтов нету, там по ступенькам надо. Понимаете? Будь свободен, освободись от багажа, который тебе не нужен. И знаете что? Там, где Дух Святой, там свобода. Там, где Дух Святой, там свобода. Многие вещи мы не можем освободиться сами. Мы не можем. Раб не может себя освободить. Это невозможно. Должен прийти сильнейший в жизнь раба и освободить его. Послушайте, израильский народ был угнетаем 400 лет. 400 лет. Просто представьте, сколько поколений прошло. У них уже было в генах просто это прошито, вот это написано, проклятие. Проклят, проклят. Даже рождается ребенок в Божьем народе, а он уже проклят, потому что он в рабстве родился. Но Бог избрал сильного человека, лидера, и вывел его. Бог не вывел кучу рабов. Бог разговаривал со свободным человеком, с Моисеем. И через него Он освободил этих рабов. Но дальше мы видим, что они никогда не стали свободными. Они снова заговорили о Египте, они стали роптать, и они хотели вернуться в Египет. Потому что не изменился их менталитет, мышление не изменилось. Поэтому мы сами, мы не можем освободиться, мы не можем стать свободными. Это делает Святой Дух. Поэтому, если вы пробовали стать свободным человеком, и у вас не получилось, я вам еще скажу, и у вас и не получится. Потому что это надо делать вместе со Святым Духом. Он забирает тяжесть. Он забирает. Послушайте, когда нас обидели, то есть вещи, которые нельзя простить. Есть такие моменты, которые, ну, невозможно простить. И ты понимаешь, я люблю Иисуса, но у меня обида. Она внутри. Она внутри. Это тяжесть. Она растет. Она отравляет меня изнутри. Я ничего сделать не могу. Я люблю Иисуса. Я хочу. Я верю в Слово Божие. Я верующий. Я следую за Господом. Но внутри я ничего поделать не могу. Послушайте, нам нужен Святой Дух. Дух Святой может сделать это чудо. Он может моментально выпрямить тебя. Как Он выпрямил эту пожилую женщину. Он сказал, женщина, ты освобождаешься. В этот момент Дух Святой выпрямил ее. Многие вещи нам не под силу. Многие вещи. Например, спасение. Это не под силу нам. Это под силу Иисусу Христу, который висел на кресте. Который понес наши грехи и наши болезни. Это Ему под силу. Нам под силу принять. Матфея 5 главе 8 стихе сказано, блаженны чистые сердцем. И у них, послушайте, есть великое воздаяние. Великое воздаяние. Они увидят Бога. Ты можешь быть верующим, но у тебя сердце нечистое. У тебя там много барахла. Знаете, наше сердце, это наше хранилище. Наш мозг, это всего лишь обработка знаний. С помощью разума мы общаемся с людьми, мы контактируем со всем окружающим миром, мы анализируем. Но именно сердце человека, это его хранилище, это его банк. Кто-то в банке хранит сокровища, кто-то деньги хранит, а кто-то может какие-то бумаги хранить, какие-то бумаги хранить, я не знаю, какие-то вещи, что угодно, что ты положил в банк, то и будет находиться там. Что сегодня внутри твоего банка? Что внутри твоего хранилища? Что внутри твоего сердца? Может, ты сам не знаешь, что там много барахла, много ненужных вещей, от которых надо избавиться, потому что Иисус, когда придет, и если вы связаны, Он не сможет вас взять. Если у вас есть поводок, вы к чему-то привязаны, вы не свободный человек, Он не сможет, потому что Он забирает только свободных, Он не идет против вашей воли, это вы сами должны решить и сделать. Если вы к чему-то привязались, вы не сможете в одночасье оставить это, как жена Лота, она привязалась к Содому, она привязалась к этому грешному городу, ко всему быту, что у нее там было, и она так и не смогла отвязаться. И вот свобода впереди, беги вперед, не оглядывайся назад. И она взяла и оглянулась назад, потому что там было ее сердце, потому что она не была свободна, она не верила, что впереди лучшее, она знала, что позади лучшее. И поэтому она обернулась. И Иисус, Он говорил и проповедовал, Он говорил, вспоминайте жену Лотову, вспоминайте ее, чтобы не допустить катастрофических ошибок. Я здесь стою много лет и проповедую, и у меня есть одна цель, чтобы каждый, кто слушает проповеди, послания, приходит на собрание, либо через интернет, чтобы вы дошли до небес. Вот моя цель. У меня нету другой цели. У меня цель, чтобы вы встретились с этой информацией, с откровением, чтобы оно изменило вашу жизнь навсегда, и чтобы вы с этой земли ушли на небеса. И я хочу сказать, венчает не начало, а конец. Не то, как вы начали красиво, венчает то, как вы будете заканчивать. То, как вы будете заканчивать. Посмотрите, как закончила жена Лота. Плохо? Ужасно? Посмотрите, как закончил Иуда Искариот. Он был в двенадцатке Иисуса Христа. В его ближайшем окружении был Иуда. И он это не удержал. Он пренебрег этим. Он был апостолом. Он изгонял бесов. Он исцелял больных. Сила Божья двигалась через него. Но в его сердце была грязь. В его сердце была контрабанда. И были вещи, с которыми он не хотел проститься. Он не хотел попрощаться. Мы должны быть, как воздушные шарики. Послушайте, я не называю барахло наше жилище, наши квартиры. Послушайте, это необходимое место, где мы живем. Деньги на нашем счету. Это не барахло. Это необходимость. Это то, что мы покупаем хлеб, одежду, платье. Я не считаю это барахлом. Но ведь есть, кроме этого, у нас куча другого барахла, которое мы накопили за всю свою жизнь. Представьте, мы туда складывали, складывали. А сердце это такое большое место, куда помещается все. Там такой огромный ангар. Если бы вам Господь показал ваше сердце духовными глазами, может быть, он выглядел бы как большой-большой ангар. И вы бы ходили и удивлялись, что за вещи странные. Что? Зачем это? Это уже не нужно. Это все не нужно к употреблению. И хуже того, на небесной границе ни один грешник туда не войдет. Ни один. Ты с обидой не можешь пойти на небеса. Почему? Потому что Иисус сказал, молитесь же так. И мы знаем как. Отче наш, сущий на небесах. И там говорится, и прости нам долги, как и мы прощаем должникам нашим. Мы прощаем, Отец. Поэтому и нам прости. Прости нам ровно столько, сколько мы прощаем. То есть мы показываем, что у нас сердце чистое. Мы находимся в свободе. Мы свободные люди. Послушайте, истинная свобода только там, где живет Иисус Христос. Только там может быть истинная свобода. Только там может быть свобода, где живет Иисус. Если вы думаете, вы можете освободиться от обиды без Иисуса, я не верю. Если вы думаете, вы можете грешить без Иисуса, я не верю. Если у вас есть зависимость, и вы можете освободиться от нее без Иисуса, я не верю. И к некоторым людям я хочу обратиться и сказать. Поблагодарите Бога за то, что в вашей жизни произошли какие-то катастрофы и проблемы. Да, это нехорошо. Да, это плохо. Но именно это, послушайте, способствовало вам, чтобы вы обратились к Богу. Скажите, блудный сын, если бы он не умирал от голода, он бы вернулся к отцу? Он бы никогда не пришел к отцу. Именно голод заставил его идти, побудил его идти. Именно, знаете, мы вроде бы с Богом, мы вроде бы как-то молимся. Но вот когда беда случается с человеком, вот тогда он точно молится. Сколько раз у нас было, что мы аж кричали, Иисус, помоги! Мы кричали, вот это молитва. А не когда ты буль-буль-буль-буль-буль-буль выпустил пару слов. Почему я говорю о свободе? Почему я говорю, что в этом новом году нужно быть полностью свободным? От всего. От того, что вас обидели, вас ранили, ваши мечты не сбылись. Послушайте, вас ждет невероятное будущее. Невероятное будущее со Христом. И вы думаете, это всех устраивает? Вы думаете, это дьявола устраивает? Возьмите интервью у дьявола и спросите. Дьявол, тебя устраивает то, что я иду на небеса? То, что у меня все хорошо в жизни? Я благословен? Вы увидите оскал его? Вы увидите зубы? И он скажет, я ненавижу! Я ненавижу, что ты идешь на небеса! Я не могу это терпеть! Я был там, я знаю, как там хорошо! И я не хочу, чтобы тебе было хорошо! Поэтому он хочет, чтобы тебе было плохо! Он хочет, чтобы тебе было плохо! И он будет тебе эти палки в колеса всовывать! Чтоб ты не дошел! Чтоб ты споткнулся! Чтоб ты приткнулся! Он будет свистеть тебя! А ты будешь оборачивать! А ты не оборачивайся на свист! Не оборачивайся на свист! Не оборачивайся на происшествие! Потому что именно так тебя отвлекают. Именно ветер и волны отвлекли Петра от Иисуса. Дьявол использовал этот ветер и волны, чтобы отвлечь Петра от Иисуса. Он потерял его взгляда. А когда потерял его, все, ты потерянный. Только благодаря Иисусу Петр мог идти по воде. Только благодаря Иисусу мы можем быть восхищены на небеса. Это может произойти очень скоро. Это может произойти очень скоро. Я не верю в даты. Потому что даты, которые кто-то когда-то назначал, они не исполнились. И Иисус прямо сказал, не ваше дело знать времена и даты. Не ваше дело. Вы делаете работу Божию и ожидаете Господа. Ожидайте Господа. Как невеста. Она приготовила, и она ожидала жениха. Она ожидала. И в полночь, когда раздался крик, жених идет, написано, что девицы вышли навстречу. И готовые вошли на пир. Смотрите, они вышли навстречу. Они вышли навстречу. Их желание толкало их, двигало их. Они не ждали, не сидели дома. Они вышли навстречу. Потому что светильники их горели. Дух Святой по-прежнему вел их. Знаете, Иисус сказал уникальные слова. Как было водниное, так будет и в пришествии от Сына Человеческого. А как было водниное? Бог уже назначил день. Допустим, в среду. В три часа дня пойдет дождь, который убьет всех людей. И все дышащее. Все. Самая высокая гора будет затоплена на всей земле. Это будет конец человечеству. И всякой душе. Все. Этот дождь, который пошел, он уничтожит все. Но там есть Ной. Праведный Ной. Его я спасу. И смотрите, как он делает. Он его не спасает во время дождя. Он спасает Ноя. И тогда идет наказание. Кара. Божье наказание. За все нечестие. За то, что 120 лет им говорили о Христе. Говорили о Боге. И они не хотели слушать. 120 лет он был посмешищем. 120 лет он был анекдотом. На чьих-то устах. И Бог сказал, хватит. Все. Среда 15.00. Ной, ты заходишь. Все там животные заходят. Я закрываю двери. И включается дождь. Включается то, что никогда на земле не было. Не было дождя на земле. То проклятие, которое идет на землю. А это воздаяние. За грехи людей. Когда люди сегодня отстаивают. Грех. Они отстаивают перед Богом грех. Как вы думаете, Бог на это будет смотреть? Через сквозь пальцы? Ничего страшного? Нет. Он не будет это делать постоянно. Его милость велика. Но не бесконечно. Поэтому Иисус и сказал. Как было в одни Ноя. Он Ноя забирает. И приходит потоп. И уничтожает всех людей. Все орут. Все в безумии. Все их законы. Знаете, о равных правах. О всяком бреде. Все вместе с ними умирает. Дальше Иисус продолжает. И как было во дни Лота. Так будет и в пришествии. И в тот день, когда Сын Человеческий явится. Как было во дни Лота. То же самое. Бог приготовил огонь. Бог приготовил просто оружие, которое превышает ядерное оружие. Ученые брали там какие-то образцы исследования. И выявили, что там оружие применялось, которое сильнее атомного оружия. Там до сих пор ничего не растет. Там пепел. Бог забирает Лота. Выводит. И начинается пальба. Начинается уничтожение. Бог забирает церковь. И начинается великая скорбь. Вот что Иисус имел в виду. Поэтому будь свободен. Пусть тебя ничто не тревожит. Пусть тебя ничего не контролирует. Барахло, которое ты накопил, попроси Духа Святого, чтобы Он тебе показал. Тебе нужно это все избавиться. Отставить. Оставить. Ты переезжаешь в другую страну. Все. Когда человек ложится в больницу, все вещи с него снимают. Все снимают с человека. И одевают его в пижаму. Все. Он во всем другом находится. И такой человек полностью свободен. Где-то там его вещи держат. Непонятно. Все. Ты находишься в больнице. Ты сейчас должен быть на правах больницы. Пусть тебя не контролируют ошибки прошлого. Пусть тебя не контролируют негативный опыт, который ты приобрел в жизни. Петр мог бы, знаете, разочароваться. Вот я провалился. Вот я попробовал сверхъестественно. Я провалился. Я чуть не утонул. Больше по воде ходить не буду. Нет. Написано, Иисус его отчитал. И они оба вошли в лодку. Они оба вошли. Они снова шли. Вдвоем шли. Иисус не нес Петра на руках. Делать ему больше нечего, чем большого парня носить на руках. Ты свою веру включай. И ходи сам. Рядом с Иисусом. Будь свободен от всего. Будь свободен. Тебе кто-то что-то должен. Тебе где-то что-то сделали. Оставь это все. Оставь. Потому что дьявол может употребить это против тебя. Чтобы ты не попал на небеса. Он ненавидит. Он не может с этим смириться. Как это так? Ты будущий раб. Бывший раб. Стал дитем Божьим. И идешь на небеса. На святые небеса. Он знает, как там хорошо. Он упал оттуда. Иисус сказал, я видел сатану, падшего с неба, как молнию. Я видел его. Давайте откроем Марка 11 главу. Евангелие от Марка 11 главу. Второй стих. И говорит им, пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. И тотчас пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили, что делаете? Зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус. И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу. И возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Посмотрите, здесь такая история, ситуация. Иисусу нужен осленок. Ему нужен осленок. А вот там осленок есть, но он привязан. Понимаете, что Богу сегодня нужны люди, но свободные, которые освободили для него график. Потому что если Иисусу вдруг что-то надо сделать, и если он обратится к какому-то человеку сегодня, то этот человек занят. Он занят. Он занят. В понедельник занят. Во вторник занят. В среду занят. Он всегда занят. Нету места для Иисуса в жизни его. И послушайте. Иисус сегодня хочет, чтобы мы для него были свободными. Будьте от всего свободен. Я не говорю от зарплаты, от денег. Не надо. То, что вы получаете, ваше необходимое, это не надо сюда прикладывать. И ваши квартиры тоже не надо прикладывать сюда. Чтобы неправильно не поняли. Это наше необходимое. Есть много другого, помимо, то, что нами контролирует, то, что нас уводит от Бога. Написано, блудный сын пришел в себя и сказал, встану и пойду к отцу моему. Встану. Встань сегодня. Встань сегодня. Встань с колен сегодня. Встань и выйди из этого свинарника, возможно, в котором ты находишься. Позволь Господу через проповеди, через какие-то послания освободить тебя, отвязать тебя. Потому что Господь хочет прославиться. Позволь Ему использовать тебя, как Он использовал осленка. Осленок, которые вообще никто не восхищается ослами. Они некрасивые лошади, маленькие лошади. Уродливые у лошади, так можно назвать. С большими ушами. У них некрасивый звук идет. Но Иисус выбрал не арабского коня, а простого осленка. Он простого человека выбирает. Он показывает, что ты не должен по каким-то стандартам подходить Ему. Ты тот, который ты есть. Просто тебе нужно отвязаться. Тебе нужно с кем-то расстаться. Тебе нужно оставить что-то. Ты должен быть свободен для Господа каждый день. Каждый день. Потому что Господь может употреблять свободных. Если ты занят, Он идет дальше. Он идет дальше и ищет свободных. Послушайте, многие люди говорят, вот что я могу сделать для Господа? Послушай, если ты будешь свободен, Он великие вещи сотворит через тебя. Но бывает так. Человек говорит, что я могу сделать для Господа? У меня есть 15 минут перерыв. И что, Господь должен влезть в твои 15 минут? Он должен в твой день влезть, в котором нету места? Он просто видит, что твой график переполнен. Ты занят. Ты занят. Ты для Него вообще, Нему нету места никак. Но когда человек от всего освобождается, тогда он начинает полноценность и поклоняться Иисусу. Многие вещи не дают вам поклоняться. Многие вещи не дают вам быть захваченными Иисусом, потому что что-то держит. А если у вас что-то держит, у вас мысли об этом? Если есть поводок, значит, у вас есть мысль. Через эту мысль дьявол держит на коротком поводке. Послушайте, позвольте сегодня. Начинайте кричать, как кричал Вартемей. Обращайтесь к Иисусу от всего сердца. И скажите, я хочу видеть, я хочу быть свободным. Я хочу быть готовым к восхищению. Как вы думаете? Мы столько слышим о восхищении. Столько уже слышим о восхищении. И Иисус сегодня приходит и не приходит. Почему? Потому что Он дает тебе время, качественно подготовиться. Потому что больше потом тебе никто не даст. Если ты не готов, если ты не готов, то ты запомни. Ты остаешься на ужасное время, на великую скорбь. И ты должен будешь пройти трудный процесс, прежде, чтобы ты спасся. Когда ты можешь пойти легким путем. Легким путем. Это что значит? Это значит вместе с Иисусом. Быть свободным. Быть отвязанным. Все прославляли Иисуса. Все кричали Иисуса, Сана. Сана, сыну Давидова. Иисус был прославлен, потому что какой-то ослик позволил, чтобы на него сел Иисус и поехал. И прославился. Позволь ему сегодня оседлать тебя. Позволь ему употребить тебя, чтобы прославиться. Он так и делает. Он берет ничего незначащее. Ослика, длинноухого. И прославляется. Потому что не в ослике дело, а в том Господе, который сидит на этом ослике. И, конечно, нам никто не воздаст славу никогда. Это все будет слава Иисусу. Но мы везли Иисуса. Мы согласились. Мы отказались от чего-то. Мы освободились. Да поможет Господь всем, кто желает. Всем. И пусть в вашем сердце не будет этого духа, книжника и фарисея. Книжника и первосвященника. Не идите против. Не идите. Не говорите, что он опять о сердце говорит. Это самое важное в жизни верующего. Это сердце. Чистые сердцем Бога увидят. Аллилуйя. Аминь.